Друзья, всем привет! Я не хочу прервать вас во время просмотра, поэтому давайте сперва я вас познакомлю со спонсором выпуска, а после мы продолжим. Он находится за моей спиной. Продукт премиального класса. Посмотрите, пожалуйста, какая красивая коробочка. Это пускозарядочное устройство компании Jig, модель T800. Но это не просто пускозарядочное устройство, я бы назвал это многофункциональным устройством. Но в первую очередь, в силу того, что это премиальный продукт, все приходит очень красиво и грамотно упаковано. Коробочка говорит нам о том, что этот товар не дурно кому-нибудь и подарить. Все это хорошо упаковано. Изначально сам по себе он идет объемом 18 тысяч миллиампер часов. Это действительно очень много. И вот эта малышка может запустить абсолютно любой автомобиль запросто. Само покрытие идет софт-тач, то есть действительно приятное на ощупь. Здесь идет беспроводная зарядка. Ты положил телефон, он у тебя будет заряжаться. Вот ты посмотри, он просто-напросто помещается в ладошку. Вся крутость его лично для меня была, когда я узнал, что помимо запуска автомобиля, аккумулятора в частности, он может зарядить, например, макбук от и до. Здесь есть разъемы USB Type-C. То есть, пожалуйста, это получается некий такой пауэрбэнк продвинутый. Также здесь есть фонарик. Конечно же, в комплекте идет все самое необходимое. Провода для того, чтобы можно было прикурить автомобиль. Переходники различные, чтобы можно было устройство само заряжать. Также здесь есть, обращаю ваше внимание, индикаторы, которые показывают заряд самого устройства. Пользоваться всем этим делом просто-напросто элементарно. Вот это, по сути, основной прибор, который нам понадобится. Открываем жопку, запитываемся сюда. Все, наше устройство готово. Дальше, что нужно сделать? Отправиться к нашему спящему автомобилю. Сейчас бегает индикатор, таким образом он как бы находится в поиске. Что нужно сделать? Ну, естественно, приходим утром к автомобилю. Открываете капот. Ну, и, соответственно, на BMW у нас идет плюс, а за минус можно взять вот этот болт, например. Ну, на японских автомобилях все проще. Накидываем плюс на плюс, минус на минус. Далее, вот на эту кнопочку покажи, пожалуйста, внимательно. Нажимаете один раз, и он, вот этот экранчик, сигнализирует вам о том, что он автомобиль нашел. Ну, это я вам простыми словами говорю. Оставляем его, садимся за руль, нажимаем либо на кнопочку пуск на автомобиле, либо прокручиваем ключ. Все, автомобиль ваш заводится. Это устройство работает 100% безотказно. Выпускозарядочное устройство от компании Jig, модель Т800. Уже ждет тебя по ссылочке в описании. Именно там ты узнаешь, сколько оно стоит. Но не забывайте о том, что по промокоду от Машкова вы получите дополнительную скидку. Доставка происходит по всей России. Ссылка ждет тебя в описании. Друзья, всем привет. Это Audi A6 2017 года выпуска. Мечта для некоторых, как и для нашего владельца. Покупал он ее в 2017 году и просто не верил тому счастью, что у него оказалась в руках. Новая машина с большой скидкой. Он начал фанатеть от марки Audi. Он обслуживался постоянно у официального дилера. Все делал у него. Но чем это закончилось, вы узнаете в этом ролике. Поймите правильно, подобные сюжеты я снимаю для того, чтобы ты мог дома посмотреть, послушать, что происходит в нашей стране, что происходит на автомобильном рынке. И, как говорится, намотать себе на ус, чтобы в дальнейшем ты же был умнее. Прямо сейчас на экране вы видите мою электронную почту, на которую вы можете написать, сказать, Дмитрий, у меня произошла такая ситуация. Я готов о ней рассказать людям. Попадание на канал для вас абсолютно бесплатно. Хотите, приезжайте, пожалуйста, будем рассказывать, какие ситуации происходят. Ну, а вам приятного просмотра. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали. Познакомьтесь, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Дмитрий, давай начнем по порядку. Вот расскажи, пожалуйста, как ты решился покупать эту замечательную машину? Как бы это ни странно, случайно. Потому что в моем мире с единорогами и радугой это безумно дорогие машины, которые мне не по карману. Мы проезжали с супругой мимо Audi. Я просто сказал, ну, давай посмотрим просто на красивые автомобили. Мы заехали. Менеджер нас просто покорил. Сказал, что скидка на нее миллионы, что только для вас, только вот прям эксклюзив. Сейчас мы сделаем, прям конфета будет. И мы все расставили. Это был 2017 год. Город Тула. Город Тула. Мы заехали и вам предложили машину по цене? По цене 2 миллиона 250. Причем торги начались с 2 миллиона 850. И они говорили, что уже скидка 700 тысяч. Посмотрите на сайте. На сайте официального Audi действительно она стояла 3,490. Ну, естественно, огромная скидка. Вы говорите, все, я готов брать. Да. Покупаете машину, начинаете эксплуатировать. Вот на сегодняшний день 2020 год. Какие косяки с машиной произошли за это время? Знаете, у меня не хватит пальцев на руках. Поедем самого простого. Первое, на что обратить внимание, это резина. Штатная резина, не могу выражать на камеру. Она отходила один сезон. Когда на второй сезон мы переобули резину, машина была неуправляема. На дороге это реально опасно. Нам про это никто не сказал. Мы выезжаем на трассу, я нажимаю газ, 110, и у меня машина сама начинает плавать. У меня в машине жена, двухлетний ребенок. Я разворачиваюсь, пришлось купить новую резину. Это самое жесткое, что было. Раз. ТО. Когда менеджер нам говорил, стоимость ТО, ребята, это очень дорогая машина, но ТО будет 10-11 тысяч. Да, первый действительно был 11, второй 11. Потом 25-49. И сейчас там дальше еще страшнее. Два. По сколам. Лобовое стекло у вас все в сколах? Да. На лобовом стекле сейчас, по-моему, 9 сколов. Если присмотреться, здесь, 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 здесь. Первый скол я получил спустя 2 месяца эксплуатации. То есть, это просто камнеприемник. В общем, друзья, если сблизи посмотреть, действительно, когда прям подходишь, лобовое такое, словно в него стреляли из пневматического пистолета. Действительно, очень слабые стекла на немцах, это везде. Дальше мы идем. Это у нас получается 3. По гарантийным заменам, по ходовой части что-то было? Конечно, было. Причем, мы привезли машину на ТО. Это было третье ТО, 45 тысяч. Машина приехала. Они провели диагностику, сказали, все хорошо. Мы выезжаем, и я слышу, что в машине какой-то гул. Прямо сильный. Возвращаемся назад после ТО. Проверяем. Надо ступичные подшипники менять. Поменяли. Поменяли. Без проблем, по гарантии. Дальше. В один прекрасный солнечный день, выезжая с утра по делам, смотрю запас хода 120 километров, думаю, надо поехать заправиться. Подъезжаю. Мне заправить, говорит, откройте лючок. Я говорю, так он открыт. Не, у вас в машине, наверное, кнопка, он не открывается. Я выхожу. Ничего не происходит. Вообще должно происходить. Ну, когда машина открыта, нажимаете. Да, когда машина открыта, вы нажимаете, она открывается. Ну, в итоге он заблокировался. Топлива нет, звоню официальному дилеру мне, говорит, приезжайте. Я говорю, а как я вам приеду? Я в Москве, у меня запас хода 120 километров. Дмитрий, вот внесите, пожалуйста, для людей ясность, то, что машина приобреталась в Туле, но вы живете в Москве. И, соответственно, вы всегда ездили на обслуживание к одному дилеру, там, где ее купили. То есть, вариант того, чтобы поехать к ближайшему Москве, на человеку обслуживаю, у одного дилера, чтобы все было как положено. Ну, чтобы не возникало вопросов и в дальнейшей продаже, прочее. Я почему и лобовое стекло не менял? Мне один человек, который занимается продажей автомобиля, говорит, лучше продавай такое, сделай скидку, чтобы потом не объяснять, почему у тебя стоит нештатное стекло. Он уже у тебя ни в ДТП, нигде не была машина. Я говорю, да, нигде не была. А в Туле я ездил, потому что, как мне на тот момент показалось, что это, наконец-то, честный дилер. Честных дилеров все, для меня больше нет. Но до этого мы дойдем чуть позже. Так, хорошо, вы, в общем, поехали в итоге к дилеру. Да. Приезжаете, что происходило? Для того, чтобы мне до него доехать, я доехал к официалам на Варшавку. Вот довел вот так мальчик, схватил за руку. Говорю, мальчик, открой мне, пожалуйста, лючок. Они какими-то приспособлениями это сделали. Приоткрыли мне, я заправился, доехал. Дождался инженера по гарантии. Четыре дня сидел, ждал, пока придет, примется решение. Ну, потом заменили, опять же. Все бесплатно, да, вопросов нет. И это как бы все происходило с одним лючком. Хотя изначально, когда вот вы купили машину, вам вот дико понравилось изначально весь подход продавца. Как это происходит, его первое, что... Облизали просто с ног до головы. В хорошем смысле этого слова. Так, что еще с машиной было? По сигнализации. У нас здесь, да, кстати, устанавливалось все абсолютно у дилера. У нас установлен для регистратора под потолком, для антирадара, нельзя использовать, под торпедой. Сигнализацию устанавливал дилер с автозапуском. Я запустил сигнализацию, машина завелась с телефона. Мы подходим к машине, я нажимаю на брелок, она должна заглохнуть. Машина не глохнет, ничего не происходит. Я нажимаю с телефона, все, машина стоит заведенная, не открывается ничего. В конечном итоге пришлось мне воспользоваться механическим ключом. Открыть, она заглохла, поорала сигнализация. Но потом больше это не происходило. Приехал к дилеру, сказал, что такое. Он сказал, да, вроде нормально, никаких ошибок. Так, что у нас еще было? С этим сигнализацией, вы говорите, у вас аккумулятор постоянно садился. Аккумулятор, это было вообще прекрасно. Мы купили автомобиль в августе 2017 года. В конце января у меня был отпуск, я улетел в теплые страны. И тут мне приходит смс, аккумулятор разряжен. Спустя 4 дня, как мы уехали. Я думаю, ну хорошая сигнализация какая, техника до чего дошла. Прилетаем, стоит вот такой сугроб, мы ее откапываем. Мне привозят, заказываем бустер, мы запускаем автомобиль. Конечно же, официалам. Говорит, первый раз такое случилось. Никогда такого не было, и вот опять. Запускаем машину, все, я привожу к официалам. Официалам говорят, ну знаете, мороза разрядилась. Я говорю, новый аккумулятор на 4-х месячной машине, разрядился за 4 дня. Ну ладно, хорошо, зарядили, все, езжу, проблем нет. Проходит еще полгода, опять счастливое время отпуска, опять я уезжаю. Только уже летом. Приезжаю, опять аккумулятор разряжен, я привожу к ним. Говорит, знаете, мы тут нашли проблему, мы вам камеру устанавливали. Кстати, за 50 тысяч рублей камера. По документам оригинальная, по факту оказалась дешевой китайской подделкой. Но потом мне ее поменяли, потому что я уже на них начал жестко наезжать. Потом вы сколько с этой дешевой китайской подделкой поездили? Год. Это вам поставил официальный дилер? Вот это вот действительно, как бы, маленько даже шокирует. 50 тысяч рублей. Ну она сегодня, друзья, чтобы вы понимали, она сегодня стоит у официалов примерно 65 тысяч рублей. То есть уже на момент 2020 года. Но сам факт того, что под видом оригинала официал ставит китайскую, на стороне камеру можно поставить за 12-15. Это так, к слову. Хорошо. Поменяли камеру, потому что та сгорела. Из-за того, что разрядился аккумулятор. И она сгорела. То есть как бы вот так. И в разговоре, в частном, конечно же, разговоре, без документов, мне сказали, извините, Дмитрий, мы вот как-то так камеру подключили, что она 24 на 7 работала, и она у вас высаживала аккумулятор. Как-то так вот получилось. Такая вот магия. Хоквартс, блин. Хорошо. Так, это вот все продолжается. И это вот происходит примерно в течение двух лет, да, все ваши образцы? Да, два с половиной года у меня автомобилю было пройдено 4 ток. Так, вот по кузову, вот чуть-чуть забегая наперед, чтобы мы могли дальше с вами перейти, приезжал человек, один смотрел, что он у вас тут нашел, что у вас уже... А я, когда выставлял автомобиль, для меня самое главное в момент продажи – это честность. Я не любил обманывать. Я написал все, что есть. Я вот нашел сколы на переднем бампере. У меня жена с двумя спарктрониками, Ирина, извини, я не хотел, доехала до забора, уперлась в забор, то есть я, говорит, я подъехала, я смотрю, парктроники пищат, но ты говорил, что когда они еще пищат, остается 15 сантиметров, уперлась в забор, сфотографировал, показал, показал стекло. И вот мы помыли машину, мы начали с ним ходить, он говорит, Дмитрий, а мне кажется, вы вот эту дверь красили. Я говорю, ну, знаете, вот я точно не красил, мне вам, чтобы поклясться, еще что-то сделать. Мы обнаружим, что вот здесь вот вздулась краска на двери. На немецкой машине? На немецкой машине. И как-то у меня мир начинает рушиться немножечко. Конечно, восторг от управления автомобилем. Первые месяца три это был просто фурор. Я прям ехал, прям одной рукой рулил, второй слезы счастья утирал. Но потом реальность начинает чуть-чуть вот подбешивать. Вы когда ездите в вашем мире на таком дорогом автомобиле, и она начинает скрипеть как двенашка. И ты понимаешь, что что-то в этой жизни пошло не так. Так, и вот скрипеть, да, то, что вы часто ездили, ну... У меня было 12 гарантийных обращений. Три обращения, это вот серьезные. И остальные, соответственно, девять, это мои капризульки, как меня жена называла. Потому что у тебя то здесь скрипит, то здесь скрипит. Вот, допустим, стойка. Но вот это не скрипит. А если мы обойдем машину, то уже опять скрипит. Слышите? Вот если прислушаться... Ну, когда нажимаете, слышно. Я так понимаю, когда, наверное, едешь на скорости, да? Ваше ухо находится вот здесь. Вы переезжаете лежачий полицейский, и вам в ухо... Ну, когда вы купили новый такой автомобиль, вы не хотите слышать эти звуки, особенно в таком автомобиле. Ну, по крайней мере, я тогда считал такой. Теперь я понял, что это обычная машина, без всякого волшебства. Ну, да, красивая, да, едет хорошо. Но за ней есть еще другая сторона, про которую людям никто почему-то не говорит. И в интернете, кстати, я смотрел обзоры. Ну, как-то вот не было там такого распространенного. Особенно про ее скриповатости. Потому что сзади подгремело, здесь подскрипело, здесь заскрипело, тут заскрипело. Оно вроде на ходовые качества не влияет, но немножечко подбеживает. Это вот замечательные слова, мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Вот так вот тут чуть-чуть, там чуть-чуть, а на выходе вот что получается. Ну, смотрите, друзья, нам надо переходить дальше. Что происходит? Дмитрий решил продать машину, составил это объявление, выкладывает его на известный сайт. Оно до сих пор там. Да, и тут ему звонит человек первый и уличает Дмитрия в том, что он, ну, врет, но он сказал там матом. Для меня такие слова слышать было, во-первых, оскорбительно. Но он вам сказал, вы врете, потому что что? Потому что ваша машина не на гарантии. У меня машина на гарантии до июля 2021 года. Так, или 120 тысяч километров пробега. Сейчас здесь 74 тысячи. И мне говорят, у вас машина не на гарантии. Я говорю, как не на гарантии? Я думаю, может быть, я что-то перепутал, еще что-то начинаю поднимать документы. Вот такая пачка с обращениями, все-то ось-чеками. Ну, вы им покажите, у вас же вон там целая пачка на самом деле. То есть, к слову, пока Дмитрий достает, он все свои обращения, ну, все обслуживания, вот. Тут все есть, все сохранилось. Давайте я вам просто прям... На капоте давайте. Да, на капоте. Вот, смотрите, книжка со сказками. Со сказками. Это ответ конечный. Когда я обращался на гарантию, мне выдавали вот такой документ. Потом, если приглядеться, вы увидите, что на этом документе нет ни одной печати. Просто бумажка, копия. Это, кстати, если посмотреть, это ремонт лючка, которого не существовало. Это мой вымысел. А бумагу я, наверное, подделал. Ну, чтобы вы понимали, вот это файлик отдельно ПТО, подписанный со всеми чеками. Вот это все, что мы обращались за деньги. Пачка тут, резина, прочее. А вот это, со слов Елизаветы, привет, Елизавета, вам большой. То, чего не существовало. Гарантийное обращение. Как вы видите, здесь ни чеков, ни документов, ничего. Идем дальше. Да, кстати, мне пришлось, так как машина на супругу, дилер не хотел со мной разговаривать, как собственник. И мне моя жена написала доверенность на меня. Ну да ладно. Так, ну таким образом, смотри, друзья, документы все есть. Дмитрий, внеси ясность, я просто подозреваю, что немножко мы людей запутали. Что произошло? Тебе в покупатель потенциально говорит, что вы врете, потому что машина у вас не на гарантии. Да. Вы звоните дилеру. Дилер говорит, а она не на гарантии. Я говорю, как так-то? Что не так? Говорит, а вы на треть ТО к нам не приезжали. А у вас вот здесь, в этой папке, как раз есть все чеки, все подтверждающие документы, что человек действительно проходил ТО. А у них в базе числится, что он ТО не проходил. Не проходил. И не только у них. Мы, наверное, скажем, как сейчас происходит сервис у Ауди. Больше нет сервисных книжек, они находятся в облаке. Электронные. Электронные, да. И выглядит оно, как простая распечатка. Без чеков, безо всего, с номером автомобиля. Когда производят работы, это я сейчас выяснил, я про это не хочу знать Ауди. Вот вообще не хочу. Я хочу ездить и не думать ни о чем. А мне теперь приходится этой информацией делиться. Они произвели ремонт, а вечером они заходят в облако и добавляют информацию. ТО пройдено, ТО пройдено. И гарантия Ауди считает, что машина на гарантии. Но вот на момент моего обращения Ауди считала, что машина не на гарантии. То есть на третье ТО я не приехал, а четвертую у них числится. То есть я приехал, отдал 50 тысяч за ТО. За третье? За четвертое. А третьего не было. Я бросаю все дела. Прыгаю в машину. Еду в Тулу. Приезжаю. Начинаю разговаривать с менеджером. Мне зовут важного человека, Елизавету, который начинает со мной общаться, как будто я нашкодивший школьник и пришел просить милостыню. Или вот как-то так. То есть я не клиент Ауди, который купил у них автомобиль, обслуживался. Был таким болванчиком, которым им доверял. И она мне начинает говорить, да, вы не проходили третьего ТО, а что вы хотите? Я говорю, ну проблем-то в принципе нет, но вот документы ваши, да? Ну покажите это покупателю. Зачем им в базу выносить? Вы понимаете, какие это проблемы? У нас такой менеджер плохой работает. Вот он, наверное, забыл нести базу. Я говорю, Елизавета, вы меня с вами проблемами не грузите. Для меня вы, ваш человек, директор, ресепшн, это все одно юридическое лицо, официальный дилер АЦ Тула Ауди на Рязанке. Большой привет передаю. Прям вот пламенный. В которого я верил, но который меня вот так вот разочаровал очень сильно. То есть и 100% лояльного клиента, который... Вы понимаете, насколько я дурачок? Я вот эти дворники покупал у официала за 4 400. Я приезжал и покупал, потому что я говорил, это Ауди. Я их люблю, прям вот настолько я был лоялен. Или оболванен, неважно. Делает абсолютно противоположника. Я собирался опять влезть в долги и поменять Ауди на Ауди. Ку-7 человек хотел покупать. Ку-7 хотел покупать и теперь не хочу. И, знаете, наверное, и не буду. Потому что из-за одного человека Ауди. Вот Елизавета, опять большой привет. Когда я говорю, у меня были гарантийные обращения. Говорит, нет, вы к нам по гарантии ни разу не приезжали. У меня вот так вот просто эти розовые очки спадают. А все, что мы в процессе рассказывали, естественно, человек это не сам делал. Я напоминаю, что он постоянно ездил к дилеру. Вот все эти скрипы, сколы, он всегда постоянно из резины. Это все было обращение только к дилеру. И покупалась резина у дилера. Да. И дворники. И когда мне надо было установить регистратор, я приезжал к дилеру и говорил, сделайте мне, чтобы красиво, потому что я обслуживаюсь только у вас. У меня надо переобувить машину к официалам. Все переобувки только у официал. Вот вообще все. Ну, только вот не замерзайку покупал у них. Начинаем биться с этой Елизаветой дальше. Она сидит на меня вот так смотрит и говорит, вы ничего не докажете. Я говорю, подождите, подождите, мы же с вами дружили как-то, мы приходили. Вы поймите меня, мне не надо возвращать машину. Я потом начал смотреть ролики, наткнулся на ваш канал. Можно произносить? Ярдрия, большой привет, извините, я до вас не дозвонился. Но я не хочу возвращать машину. Я хочу просто, чтобы люди, как это сказать, добиться справедливости или как-то в этом роде. Мне не надо ни денег от Audi, ничего. Я ее просто продаю дальше. То есть я к ним по гарантии не обращался. ТО-3 я не проходил. То, что у меня есть эта бумажка, ну, и пофиг. Вот прям вот таким образом. Тогда я психанул, написал заявление. Уважаемый, предоставьте-ка мне копии всех документов, всех моих обращений. На что мне сказали, сейчас вышло новое постановление. Я говорю, постановление чего? Постановление, у меня есть немножечко юридического знания. Это подзаконный акт, который к чему-то. Постановление чего? Или вот вышел закон. Какой закон? Он же должен как называться? Допустим, постановление пленуму Верховного суда, да? Или еще что-то. Закон о защите прав потребителей. Я говорю, вы, наверное, вообще не осознаете, что вы говорите. То есть у нее был какой-то скрипт, которым она все время лечит. Потом мне понравилась офигенная фраза про гарантийный ремонт. Мне прям хотелось уже кричать. Оплатили за ремонт не вы, поэтому мы вам документы не выдадим. Подождите, вы в моей машине берете запчасти. Это что, кражи получается? И вы мне никакой документ не выдаёте? Ну вот, а на людей-то это действует. Я понимаю, что просто я не один такой. Мы все там такие. И обманывают всех. Это просто вы поймите правильно, что вот человек один, да, взрослый мужчина, он согласился приехать на камеру и это рассказывать. Вот для чего я вообще это все снимаю? Чтобы люди на будущее, кто покупает машину, чтобы вы знали, вот вам дают бумажку, что нужны печати, подписи. Вот эти вот электронные книжки сервисные, они вроде бы с одной стороны хорошо, что где-то там все в облаке хранится, а по факту вот что получается. Какой-то Вася забыл в конце дня выполнить свои обязанности прямые, внести это в базу и все. Человек, вот, машина не на гарантии. Вот ты подумай, вот просто представь, что ты оказался на месте. Вот оно надо бегать, прыгать вокруг машины и доказывать людям, что ты не обманщик, что ты не врун, что ты платил бешеные деньги на периоде всего этого содержания и вот, пожалуйста, бумажки. Я хочу показать официальный ответ Audi Tula за подвисью Савина СА. Это директор АЦТУЛА. Стоит сделать огласку. Данный человек, когда я последний раз позвонил и высказал все, что я о них думаю, ну, в рамках морали, конечно, без мата, оказался очень адекватный мужчина. Говорит, Дмитрий, а в чем проблема? Давайте мы как-то встретимся, компенсируем как-то. Я говорю, так мне от вас ничего не надо. Он говорит, а что вообще случилось? Я говорю, а что случилось? Что случилось? Вы мне из машины нормально сделали, не гарантийную, ушатали мою нервную систему, потому что для меня, извините, это было прям вот эмоций. Жена тоже у меня говорит, я сейчас приеду, я их на пустом месте. Вы меня просто разозлили, сделали вот этот конфликт. Он извинился, первый, кто извинился, и все, Ауди. Вот к нему лично, к директору претензий нет, нормальный мужик. Вот, молодец. Дмитрий, а расскажи, пожалуйста, в итоге, вот смотри, Елизавета, понятно, она как бы считала, что, ну, в общем, она не стала ничего делать в вашу сторону. Вы потом обратились, получается, в представительство Ауди? Да. Как закончился вопрос, потому что машина сейчас опять... Машина сейчас на гарантии. Тот, кто хочет ее купить, пожалуйста, она еще продается. Я обратился, по-моему, называет Volkswagen Group. Ну да, Volkswagen Group. Да, ООО. Надо понять, просто обычная ООО. Позвонил им, они говорят, да, такая проблема есть, пишите заявление в свой официальный дилер, он должен сам написать служебную записку, какая-то у них там внутренняя, опять они начинают грузить меня вот этой внутренней кухне. То, что вы должны написать туда, чтобы они написали сюда. Вы это делали? Я, конечно, мне же надо вернуть, это, извините, 1300-1400 на стоимости автомобиля сразу в планке. Конечно, я везде бегал, конечно, мы ездили. У меня есть подтверждающий документ, что машина не на гарантии, это выгрузка, а потом подтверждающий документ, что машина стала на гарантии. В итоге, я их добил, они машину в гарантию обратно внесли. Но, вот это обращение было, вы когда пишете им заявление, они отвечают, имеют по закону 10 дней. Нормальные люди отвечают на следующий день. Как думаете, когда ответила Ауди? Ровно на 10-й день. И она написала, ООО АЦ Тула, являясь официальным дилером автомобильной марки Ауди, рассмотрел ваше обращение от 11.02.20. О предоставлении вам копии документов о выполненных работах на вашем автомобиле. Спешим сообщить, спешат они, да, 10 дней спешили, что ваши экземпляры документов по выполненным работам выдавались вам при приеме автомобиля. Вот все документы, они здесь вообще все, у меня жена в этом плане молодец. Ну, как видите, не выдавались, но я ничего не докажу. О копии документов выдать невозможности. Я не знаю, что у них по русскому языку, они реально прям так написали. Невозможно. И нет возможности, невозможности. В связи с чем не можем удовлетворить ваши требования. То есть, вы приходите к своему дилеру и говорите, извините, ребят, вот у меня здесь покупатель, допустим, вы у меня приобретаете машину, мы с вами приезжаем к официалам, я говорю, вот я, а я же вам рассказываю по-человечески, как я что с машиной делал. И мы приезжаем к дилеру, а дилер говорит, нет, он к нам не приезжал. И машина его не на гарантии. Он на них вот такими глазами сидит, смотрите, говорите, ребят, что началось, нормально же сидели. 15 дней. 15 дней отчаяния, нервов и беспределов. Но это еще можно сказать быстро для нашей страны. Но это хорошо, что еще не с госорганами ты где-то судился, а вот с юрлицом условно. Я не судился. Ну не судился, что ты, ну я имею в виду, бодался, что это 15 дней. Но в любом случае, друзья, вот смятаться в тулу, выслушать то, что ты ничего не докажешь. А все вот эти документы, которые он показывал, что у него нет ни подписи, нет никакого официального обращения с точки зрения того, что машина ремонтировалась по гарантии. Это то самое, о чем Андрей Ярдрей рассказывает в своих роликах, что если это гарантийный ремонт, то он должен быть оформлен как гарантийный ремонт. Потому что по закону защиты прав потребителей, как вы уже многие знаете, на основании этого можно машину будет вернуть. Но как вы видите, все вот эти истории, которые Андрей показал, это не вымысил. Это вот реальная ситуация, что по сути, если начать судиться, бодаться, то как вариант эту машину можно было бы и вернуть дилеру за вычетом с него морального вреда, компенсации и так далее. В общем, вот такая картина получается. Поэтому я хочу сказать одно. Когда вы проходите ТО у официального дилера, во-первых, вот грамотный подход, папочка, чтобы все документы были, ничего не выбрасываем, не теряем. Самое главное, все смотрим, читаем. Если сами не понимаете, просите юристов, чтобы вам хотя бы раз показали, объяснили, как правильно собирать документы. Потому что сегодня Дмитрий оказался в этом месте, но он решает вопрос завтра, не дай бог, кто-то окажется из вас. И в общем, это никому не нужно, геморрой отдать денег бешеных за машину, а потом еще и разочароваться. И в итоге, вот один человек, как правильно сказал, все просто добил. Потому что, когда я слушал эту историю первого самого, знаешь, что тут начинает, прям аж залить начинает. Поэтому такая картина. Дмитрий. Дмитрий, самое главное, если бы у меня не было вот этой бумажки с чеком, что я прошел ТО, машина бы слетела с гарантии. Из-за косяка какого-то мальчика, который принимал. Вот в технической службе там работают два парня, Борис и Александр. Вот, ну, молодцы. Уже даже жена говорит, я лучше к ним съезжу, потому что вот они, у них подход такой вот, Ауди, да. Для меня вот это было. И они из одного человека, из десяти минут разговора, просто вот так перечеркнули все, что люди делали годами. Подбирайте лучше сотрудников, правда, потому что это кошмар какой-то. Вот такая у нас получилась история, поэтому будьте внимательнее, будьте бдительнее. Ну, а Дмитрию мы говорим спасибо за то, что он приехал и согласился рассказать и придать эту ситуацию огласке. Ну, а компания Ауди, мы желаем проработать ситуацию. Я, конечно, буду дико удивлен, если вы на нее отреагируете. Как-то на эту ситуацию повлияете и внесете ясность, почему ваши сотрудники вот так вот себя ведут, когда вам человек, но действительно оплачивают все ваши зарплаты. Это вот один из тех клиентов, который все выполняет у вас и по сути вы живете за его деньги. Ну, друзья, вот таким получился этот невыдуманный сюжет, который вы услышали из первых уст. Как должна отреагировать компания Ауди, напишите обязательно в комментариях, да и вообще выскажите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канала, подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, делитесь этим роликом с вашими друзьями. До новых встреч, всем пока-пока!